Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор онлайн школы машинной вязания и сбавязальной, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Приглашаю вас на курс вязания на второй фантуре. Это трехмесячный курс и направлен он на создание и закрепление навыков вязания на второй игольнице. Задача нашего курса изучить возможности вашей машины, снять ваши барьеры и страхи, вселить уверенность в своих действиях, наработать профессиональные навыки вязания за короткое время, развить интуицию, что произошла ошибка и уметь ее быстро исправить, отработка правильных действий, когда вообще не видишь, что внутри, но знаешь, что делаешь все правильно и уверен в результате. Какие же проблемы не дают освоить вязание на двухфантурной машинке? Конечно, во-первых, не видно ошибки в процессе вязания, неправильно навешиваются грузы, применяются неверные способы набора, используется пряжа толще или тоньше возможностей вашей машины. Кого мы приглашаем на курс второй фантуры? Того, кто не может понять напечатанную инструкцию к вязальной машине. Вязальщицы обычно лучше принимают видеоинструкцию с демонстрацией и комментариями. У кого возникают вопросы? И кто долго ищет информацию по интернету? И тех, кто не может правильно сформулировать вопрос, кроме того, а что же я делаю не так? Такие люди ищут ответ на неверно сформулированный вопрос и, конечно, находят ответ, который совершенно не решает их проблему. В нашем курсе обучение поставлено так, что выдаются конкретные задания, и поэтому четко видно, где же допускается ошибка и как ее исправлять, и что же делать, чтобы в дальнейшем эти ошибки не допускать. На вопрос, что я делаю не так, я прошу прислать видео или фото проблемы, и по ним мы легко и просто находим ошибку. В нашем курсе процесс устранения проблем разбит на мелкие шаги, потому что у любой проблемы может быть много причин. И наша с вами задача разобраться, в каком же месте происходит ошибка. Набор, оттяжка, битая игла, неправильное натяжение, неподходящая пряжа, ну или что-то еще. То есть ученик разбирается, где же происходит ошибка и что сделать, чтобы в дальнейшем таких ошибок не стало. При правильном исполнении задания несколько раз, знание переходит в навык. По окончании первого курса второй фантуры, вы научитесь вязать простое однотонное, без цветных узоров двухфантурное полотно. Это резинки, ораны, полный ластик, ложные резинки. Особенность нашего курса, мы работаем только с имеющимися в составе машинокаретками. Ничего дополнительного, ничего электронного. Курс подходит для любых двухфантурных машин, не важно какие они, ручные, электронные или перфокарточные. Для освоения двухфантур желательно уже повязать на одной. Я считаю, что прежде чем переходить к узорам, надо твердо владеть умением вязать прямое полотно, потому что иметь бракованный узор в изделии, это гораздо хуже, чем предъявить изделие вообще без узора. По окончании первого курса второй фантуры, вы освоите вязание 15 видов резинок, убавки-прибавки на ластике, плавные и красивые переходы с широкой резинки на узкую, тонкости вязания, чтобы резиновое полотно при сшивании выглядело бесшовным, свяжите два элегантных изделия, прямую юбку и безрукавку оверсайз. И все это без сложных выкроек, без сложных расчетов. Мы используем имеющиеся навыки и инструментарии вашей машины. Ограничение для участия в курсе – это умение вязать на одной фантуре. Если вы совсем не умеете вязать, лучше не проходить этот курс, потому что эмоциональная нагрузка будет слишком велика. Самое важное в обучении, конечно, это обратная связь, потому что материал один, но вопросы после просмотра возникают разные, и мы отвечаем на индивидуальные вопросы конкретного человека. Изначально уроки записаны с максимальными ответами на вопросы, которые возникали или могли бы возникнуть. Однако, сколько не призывая быть внимательными, частенько смотрят поверхностно, потому что разный уровень начальной подготовки, разный вязальный опыт, очень сомнительные установки, как надо правильно, приводят к появлению вопросов. И мы отвечаем на конкретный вопрос, возникающий в процессе вязания. И если не знаем тонкости вашей вязальной машины, находим ответы в инструкциях и даже отправляем за консультацией к механикам, в случае, если есть подозрения в поломке. Почему же часто не получается научиться самостоятельно? Потому что возникающие вопросы, это прежде всего ваши страхи, из-за того, что боятся сломать машину, оборвать пряжу, боятся, что никогда не получится, боятся перевязывать. И боязнь, самая неприятная выглядит, не способна исправиться машиной. Именно это заставляет задавать вопрос, а что же я делаю не так? Если своевременно ответа нет, то процесс освоения машины замедляется или прекращается совсем. Видели, сколько вязальных машин продается за бесценок? Это оттуда. А сейчас подробнее о курсе. В нем 4 урока. Начинаем мы с образцов для того, чтобы минимизировать переделки, снять страхи и неудач, сэкономить расход пряжи и время, избежать стрессов, получить и закрепить устойчивый навык следующих приемов. Набора, закрытие, навешивание гребенок, ровного края, плотного вязания, правильного натяжения нити и исправление ошибок. В первом уроке у нас 5 видов наборного края. Традиционные, 2 плотных, волнистые и с резиновой нитью. 15 видов резинки с разным разбором. 2 вида закрытия полотна. Ну и конечно, исправление ошибок, учимся ловить убежавшие петли. На образцах принудительно заставляем отработать до автоматизма. К сожалению, добровольно никто пробовать и закреплять в навыке не будет. В каждом образце разная конфигурация резинок, разный разбор игл и разное начало вязания. Вы узнаете, что резинки отличаются не только количеством лицевых и изнаночных петель. Они могут быть простые, с накидами для разного разбора игл. Полный ластик, 1х1, 2х2, 2х1 нестандартные резинки. Если сегодня для какого-то джемпера нужна одна резинка, ну не станет никто добровольно изучать остальные. А в школе учим принудительно. Поэтому после первого урока перестает рваться пряжа, перестают слетать петли, края выравниваются, получается плотное ровное вязание. Полотно перестает петлять по краям, возникает умение в обращении с гребенками, грузами, плотностями и появляется понимание в правилах подбора пряжи. Второй урок это прямая юбка резинкой. Вы знали, что резинка скрадывает очертания нижнего белья? Такой фасон подходит практически для любой фигуры и вяжется из трех видов резинки. По итогу вы научитесь делать расчет полотна, соединять резинку в разных направлениях. В процессе вязания вам придется следить за оттяжкой и несколько раз перевешивать грузы. Контролировать, чтобы с боковых краев не слетали петли при ослаблении натяжения и уметь рассчитывать размер вязания. Третий урок манишки. Научившись вязать резинки, усложняем навыки. Задача уже не просто связать полотно, но выполнить переход с одного разбора игл. Например, 4х4 на меньший, 2х2, чтобы сузить полотно. Обычно начинают с края и как пойдет. В уроке мы выполняем красивый и качественный переход. Изделие выглядит как украшение, а не как отрезано пришито, как получится. Самая большая сложность здесь, не потерять петли при переносе и правильное перевешивание гребенки на новое полотно для сохранения необходимой при вязании оттяжки. В уроке мы отрабатываем 3 варианта переноса в полотна и провязываем 3 вида манишек. Четвертый урок. Безрукавка оверсайз. Мы собираем все знания предыдущих тем, добавляем новый сложный элемент. Безрукавка не простая, но задача не облегчить ученикам вязание, а научить. Показать варианты отделки, оформление, переносы в петель, прибавки полотна. В изделии используется имитация резинки и полный ластик. В уроке у нас идет подробная выкройка, расчет вязания, который строится без сложных расчетов и компьютерных программ. А также вы узнаете очень необычное оформление рукава. Нестандартное эффектное соединение полотен руликом, потому что это супер способ соединения деталей. Перед, спинка, рукав и горловина соединяются одновременно, одним швом с декоративной отделкой. Кстати, этот способ идеально использовать в обычных регланах. Для закрепления всех пройденных знаний на крупном изделии мы выбрали именно оверсайз, в котором габариты не критичны и не нуждаются в строгой выкройке, потому что при вязании использован сложный перенос петель. Вяжем в виде безрукавки для экономии сил времени. После прохождения нашего курса, в том числе безрукавки, вы узнаете особенности и нюансы всех резинок. Причем это не просто теория, а теория, закрепленная на практике. Узнаете, что такое стандартные и нестандартные резинки. Получите навык рассчитывать резинки. Научитесь сшивать резинки, делать убавки-прибавки и поймете, как делать переход от одной резинки в резинку с другим разбором. Ну и заодно, знайте необычную интересную горловину, которую мы используем на нашей безрукавке оверсайз. После всего пройденного, резинки в любом количестве вас не напугают. Машинка становится понятна, пряжа не рвется, плотности вообще не вызывает вопросов. После курса вам станут доступны изделия с любыми резинками. Платье лапша, свитеры и джемпер оверсайз с прямым рукавом, шапки-тыковки, носки, шарфы, любые отделки, рюши, манжеты, воротники, плессировка. Умение вязать резинку избавляет от необходимости при посадке полотна, точных расчетов ширины изделия и не нужны выточки на талии, на юбках и брюках. Ждем вас на живом потоке. Но если вы опоздаете, это не страшно. В этот курс можете пройти в индивидуальном формате с персональной поддержкой и получите все те же материалы, что и живой поток. Все ссылки на курс под этим видео Ваша Наталья Некрасова.